Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Комендбач. Человек начал копить труда топлива на котел. Как топливо я использовал? Торфабрикет, уголь, дрова. Я здесь уже второй раз, первый раз сюда приезжал, немножко труба наклонилась, когда ее чистили. И спустя еще год я снова на этом объекте. И проблема уже в следующем. Здесь дом довольно высоко находится ветреная сторона и был установлен дефлектор. Сейчас в дымоходе вообще нету тяги. Заказчик прочистил, позвонил мне в 10 часов вечера, говорит, Дима, сос, приезжай, помоги, мы не можем запустить котел, дым весь идет в помещение. Хотя прочистку сделали все чисто, аккуратно, я дымоход снизу смотрел. А проблема в следующем. Вот этот дефлектор полностью весь забит. Смотрите сверху, я сейчас вот рукой провожу, видите, не видно ничего. Полностью все полости все позабивались и нету дыма куда уходить. И конечно он уходит в котельню, вовнутрь. Плюс вот это вот все закоптилось, вот эта все гадость, остатки, которые не сгорели, они начинают капать с конденсата вниз. Ну то есть я сейчас здесь на улицу, да, здесь все проветривается, запах такой стоит, просто ужас. Сейчас я переведу камеру, покажу вам изнутри, чтобы вы понимали, что дефлектор это не таблетка от всех болезней, ни в коем случае. Потому что мне бывают комментарии, пишут, что я ставлю только дефлектора и у меня все хорошо. Ну окей, а я не ставлю дефлектора, вернее я их ставлю в очень редких случаях. Но здесь он был установлен, потому что реально ветреная сторона, я не знаю, что сейчас делать. Проблема есть, проблему надо решать. И еще раз говорю, дефлектора не таблетка от всех болезней, нет, от него также есть и проблемы, минусы. Минус это то, что он забивается. И сейчас вот, видите, он весь полностью забит. То есть с ним нету реально живого места. Он весь забит по всему кругу, по всему диаметру. И вот, конечно, вот это вот красота. У меня очень часто спрашивают, почему вы не ставите грибки. Ну объясняю. Во-первых, они запрещены по строительным нормам. А во-вторых, вот это результат грибков, дефлекторов и всех защитных средств. Но я не беру сейчас турбомаксы, такие пюровидные элементы. Они у меня, обзор тоже есть. Я обязательно покажу, подписывайся на мой канал. Ну вот, вот это вот все результат грибков и всех средств защиты. Вот, понимаете? Что мне еще объяснять? Разрушение грибка происходит. Вот это все стекает вниз, здесь еще, слава богу, повезло. Но видно, кто-то из кровельщиков нахулиганил, пленочку не убрал. Ну ладно, бывает. Поэтому я сейчас вообще его уберу и пусть уходит все в атмосферу. А дальше будем смотреть. Контакты всегда есть у заказчика моего. Он мне может позвонить, сказать, надо будет, я установлю грибок. Но на данный момент я полностью его уберу. Ну что, я снял дефлектор. Для тех, кто сторонник того, чтобы ставить дефлектора на всех объектах, ну, конечно, надо задуматься, надо ли он вам вообще. Средство защиты ставится в исключительных случаях. Этот дефлектор был установлен по той причине, что дом довольно высоко, ветреная часть и для улучшения тяги. Ну, оказалось, да, где-то он улучшил тягу, а также он полностью отключил котел. В результате чего дым некуда выходить и при ростовке дым выходил во внутрь помещения. Да, полностью был прочищен дымоход, дымоход был чистый, но заказчик все равно не устраивал то, что дым идет внутрь помещения. Ну, конечно, будет идти, потому что не работает. А когда котлы переходят в режим длительного горения, они, пламя тухнет, и выход дыма, он не такой активный. И в результате чего, несмотря на то, что я посмотрел внизу, дымоход довольно чистый, то есть там конденсат есть, но его мало для твердача. То есть трехходовой клапан установлен, трехходовой кран, вернее, установлен нормально. Температура не знаю на какую, но конденсата там минимальна. Но вы когда тушите котлете, воздух ограниченно поступает в камеру сгорания, в саму топку, и в результате чего происходит налипание нержавейки в верхней части, потому что здесь вот холодный участок, он промерзает, он охлаждается, промерзает, охлаждается, и происходит постепенно налипание, налипание, что ведет в результате полностью забития вот таких вот элементов. Не ставьте грибки с искрогасителями. Вы каждой неделе будете лазить на крышу и чистить его. Если вы готовы в путь, если нет, не надо. Ко мне обращаются люди с желанием поставить искрогасители. Нет, я против, я их не советую ни в коем случае ставить. Могут, да, также они имеют право на существование, но снова же как исключение. Все, я думаю, это видео было кому-то полезно. Я для себя сделал очередной вывод. Нет грибкам, нет дефлекторов, хорошо живется и не приходится выезжать второй раз на объект. Старайтесь, если у вас система собрана по конденсату, если у вас система собрана с тройниками, если у вас система собрана со сборником конденсата, не надо ставить флектора и средства защиты. Ну, Ротамаксы еще можно ставить, но снова у них тоже есть свои минусы. Но, по крайней мере, у них не было бы вот такого вот, потому что здесь происходит полностью разрушение всего грибка. Всем в хорошем настроении, с вами был Дмитрий Михайлов, Коминбай, до новых встреч, пока!